Добрый день еще раз. Меня зовут Ковердяв Александр Владимирович. Здесь я работаю уже 18-й год. Два высших образования в том числе и по дереву инженер лесного хозяйства. За это время я уже проехал более 75 фабрик европейских, российских, китайских, турецких. Кроме Америки практически везде на фабриках самих я побывал. Вот это вот сорт Select либо Natur. То есть отличается минимальным количеством сучков. Если они есть, то они маленькие, глазки, приятные, красивые. Понятно, она стоит дороже. Но можно выбрать не обязательно крупный размер. Можно выбрать размер поменьше. Детали не длинных, не широких. И в сортировке в это она будет стоить столько же, сколько в рустике, но в широком. То есть сейчас многие гонятся за размером. То есть нужно большую доску, большой размер. Все клиенты приходят и говорят, нам надо здоровое, все здоровое. Но на всех больших размерах, если человеку позволяет, да, да, то она будет это. Вот это сортировка рустик. То есть рустик, она идет без разницы. Сколько сучков, какая древесина, какой отбор древесины. То есть все, что есть, производитель все складывает в сорт рустик. Раньше это регламентировалось. То есть рустик, натур, селект, какие-то сорты были. Сейчас есть просто ТУ у каждой фабрики. Если мы говорим о зарубежных фабриках, то они соответствуют ИСО, то есть своим характеристикам импортным, да, они будут соответствовать. А все, что в России производится, каждый производит по своему техническому условию. То есть есть такое условие, значит у него такой рустик будет. Есть и такой натур, такой натур. Селект, селект. То есть у одного будет селект называться, а у другого может быть рустик называться. Тот же самый селект, что просто у одного есть много выбора сырья, он может выбрать, а у другого нет. Вот это в отличие идет цены. Покрытие, если мы говорим про масло или лак, настоящие масла, все они в районе 6-7 тысяч идут за квадратный метр. Все остальное будут масла, похожие на масло, но они быстрого отверждения. Это можно сказать, что это как полулак. То есть масло, но с пленкой, похожее на лак. То есть и того масла, как вот есть настоящее масло с воском или еще что-то, то есть когда вручную наносится на фабриках, такого нет. То есть есть фабрики, которые, конечно, вручную наносят, но они стоят очень дорого. Поэтому большинство можно сказать, что это все лаки. Только разные по своей толщине лак, по степени блеска и по качеству. По производствам, конечно, их очень много, производителей. Но, допустим, вот есть в Подмосковье завод, на нем 12 брендов производится. На одной коробке будет написано Швейцария, на другой Германия, на третьей будет написано Россия, на четвертой там еще что-то. То есть 12 наименований на одной фабрике. Я не поняла, у европейцев же там все строго нет. У европейцев нет? Это мы про Россию говорим. Это я вам говорю, Подмосковье. Нет, подождите, а как они пишут? Это бренды, которые куплены. То есть они же должны, нет, подождите, швейцарцы, грубо говоря, должны отслеживать качество этого бренда, если они продали марку. Ну, у нас в стране вот так. Все. 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 Все отслеживается. Если мы говорим, вот Австрию, допустим, фирма Вайцар Паркет, на фирме Вайцар делается только Вайцар. Других брендов не делается. Грубо говоря, Вайцар Паркет разместил. Они только, да, в России продаются. Даже если, допустим, в Швейцарии продали франшизу, и мы тут производим, то мы в Швейцарии свой ламинат под их маркой не свезем. А швейцарцы все равно должны контролировать, а не франшизников же контролируют. Это американо-китайско-швейцарский концерн. Что там будет контролировать? Сейчас же это все объединено. То есть, если мы глубоко копнем, я достаточно обычно глубоко копаю, то есть, я смотрю, кто учредители. Встречаемся, смотрим, ездим на фабрику один раз, второй раз. То есть, допустим... То есть, этого они маркируют, потому что если швейцар, американско-китайский концерт, у них, знаете, одна же Китай, потом Швейцарь. Видите, вопрос в том, что одна доска у них точно такая же по цвету стоит 3,5, другая 7 тысяч рублей стоит. И если человек приходит, мы-то ему объясняем, а в каком-то магазине ему просто скажут, это Швейцария 7 тысяч, да, качество точно прям за 7 тысяч, хотя качество будет за 3,5. Видите, в чем вопрос-то? У нас в России вопрос в том, что у нас все СНИПы, ТО, ГОСТы, все отменено. У нас нету... У нас все отменено. Раньше в советское время слово ГОСТ было, это, соответственно, чему-то было. А сейчас эти нормативы только пишутся, и они еще до сих пор... Ну, там-то Брест, там-то они должны поддерживать, но равно свое имя поддерживают. Ну-ка, они поддерживают, вот, коробкой на своей территории поддерживают, да. Смотрите, для европейцев, для всех производителей Европы, мы где-то процентов 10-15 максимум продаж. Страны СНГ, причем все, вместе с Россией. Для них наш рынок не интересен. То есть, для них интересно, вот, производство, которое сюда... Не пекутся о бренде, вот здесь, в России своем. У них здесь размещены филиалы, которые производят для рынок, для наших... Да, но они все равно должны контролировать качество. У них для нашего рынка свое качество, я по-другому. Вот есть тот же самый Бош, да, вроде бы. Он производится в Китае, в Индии, в Германии. Он ведь разный по качеству. Вот возьмите инструмент, а можно сказать, к ним точно такой же вопрос. Пекутся ли они о качестве? Да им пофигу, им важно объемы сделать. Вот они делают шуруповерт в Люра Мерлен, продают их тысячами штук, одноразовый. Три-четыре раза быхнул, эта штучка, зарядка сломалась. Новую зарядку купить стоит столько же, как новый шуруповерт. У них есть профессиональная линейка того же Боша, да. Она стоит в три раза дороже, чем обычная линейка бытовая. Все, что более-менее бренды, они все равно как бы делают. И из этих вот профессиональных тоже есть разное. То есть вот профессионалы у нас паркетчики покупают американские станки, немецкие станки. Они стоят вот для распила. Они стоят 120-150 тысяч, маленькие станочки. Те же самые под этими же брендами, которые сделаны в Китае или, допустим, в Индии. Они стоят про тысяч 20. То есть представьте, какая разница в цене. Да любую промышленность, пищевую затроньте, посмотрите. Тут как бы это. Ну я бы чего-то думала, что пакеты все-таки не каждый день люди покупают. Вот смотрите, вот ламинат, да, допустим, да, есть производитель Quickstep, если мы с ним возьмем, да. Он бельгийский. Он фабрику закрыл, перевез старое оборудование под Нижний Новгород, там производит. Сначала одно было качество, потом другое, потом сейчас третье. То есть как бы вроде бренд Супер был, но как только переехал, что-то потерялось. И хоть и написано будет, да, или многие... Вначале заезжает вроде. Вроде нормально. Да. Ты привыкаешь? Многие производители паркета пишут, сделано для Европы. Бай, уе, е, у, да. Это кем? Да, ну или там... Афо. Да, фо. Да, сделано для рынка Европы. И продается только у нас. В Европе этого нет. То есть если мы в Европу съездим, посмотрим, там производитель ламината 2-3 производителя. Производитель массива тоже 3-4 завода только. А если мы здесь в России посмотрим, вот сколько я ездил в Европу, спрашивал, говорю, а вы знаете такой бренд, вы знаете такую фабрику? Они на меня смотрят, как это сами с такими глазами. Ты откуда столько названий-то, да? А я им лист, а я им целый лист пишу, да. Только из Голландии, значит, получается. Там я написал где-то 10 наименований, да. Они говорят, так ты съезди в саму Голландию, посмотри, там даже завод негде поставить, чтобы по ламинату был какой-то завод. Там всего один завод по производству плиты, и то он маленький совсем. Но там просто зарегистрировано кучу этих компаний. Раньше, когда я 18 лет назад здесь пришел, мы продавали английский паркет. Я в первый же день спросил, говорю, так это английский паркет-то, говорю, там возле королевы что ли делать? Нет, это из Китая, но сделано для Англии. Сделано для Англии. Да. Я никогда его не продавал как Англия, то есть я всегда продавал как Китай. А пачки приходили черные, красивые, с королевскими этими всеми вензелями, с ольвами, там все красиво, все Англия, везде написано. А внизу мелким шрифтом сделано в Китае, да. Вот. Ну и качество как было? Когда мы сами контролировали, когда мы туда ездили в Китай, когда мы эти поставки контролировали, потом у нас уже не хватило сил, мы уже не стали ездить, но все, соответственно, качество это. Потому что с китайцами вопрос такой, пока ты там живешь, контролируешь партию, тебе все делают качественно. Как ты только уезжаешь, тебе вагон пришлют непонятно чего. Пациентов 30-40 брака сразу пришлют, потому что ты не отконтролировал. Поэтому, когда у нас там жил человек, он приходил каждый день на фабрику, смотрел, да, все на него смотрели, пачки запечатывали, все. Как только он уехал, через месяц пришел вагон, и там 30% просто можно было выкинуть. А китайцы сказали, 15% допустимо. Но когда был там человек, ни одного процента брака не было. Как только он уехал, сразу 30%. То есть они 15% вернули, после этого мы как бы все перестали, да. А многие как, допустим, та же там шведская фирма или немецкая фирма приезжает в Китай, открывает свой завод по производству паркета. Как только открыли, год он прорабатывает, потом закрывается. Рядом через дорогу открывается такой же завод, только китайский, с китайским инженерами. Потому что они пришли, завод им сделали, скопировали. И таких ребят, которые были в Европе, истинные европейцы в Китай никогда не залезут. Вот китайцы, вот сколько я в Китай ездил, они покупают австрийский паркет, французский паркет. Свой китайский они свой не покупают. Потому что там настолько токсичные лаки, настолько токсичные клея. Это вообще ужас, да. Сколько нам не приходило, у нас мы даже в подвал убирали, из подвала этот запах шел. То есть сколько я этими газонализаторами мерил. То есть это вот эта проблема. И проблема с Китаем, то что вы видите на образцах одного, приходит совершенно другое. Это вот по факту так. Вопрос в том, что еще из Китая паркет, как бы он приходит в контейнерах, где травят всяких там мышей, грызунов, еще что-то. Туда бросают специальные капсулы. А если мы говорим о паркете, так он все впитывает, да. И представьте, человек, это все будет, потом это. Но об этом никто просто не говорит. Очень много тонкостей. Наши по сравнению с китайскими, пусть сучками, но они тысячу раз экологичнее и лучше будут, да. Пусть это будет называться инженерная доска, но она будет гораздо, да. Но проблема в том, что многие не говорят, что это из Китая. Пишут, что это Германия, Англия, Голландия. Делают свои сайты, точка.ру, но это зато Германия, там, да. Ну, сейчас, ладно, научились точка.ком ставить хотя бы уже, да, там. То есть, выдуманный бренд. А если вы зайдете, как определить, настоящий производитель или нет. Есть, значит, спецификации такие по производствам. Где производитель, где зарегистрированы, где у него марки находятся. То есть, в Европе это, значит, производители именно паркета, они есть, можно зайти на сайт. Производители паркета, допустим, Европы, производители это. Либо у них свои есть, потому что у них какой закон? То есть, срубил, посадил дерево, срубил, высадил древесину, да. То есть, сколько, грубо говоря, кубометров, вот. Возобновляют, да. Потому что иначе им, как бы, не дадут. Где? Ну, дубы-то они не... Ну, там есть подвосстановление. То есть, они же все это рассчитывают, когда сажать обратно. Ну, вот если что касается дуба, допустим, у нас, да, остался только Дальний Восток еще по объемам. И Краснодарский край. Когда вот Олимпиада была, там столько вырубили, да, по-тихому, что сейчас, как бы, занимаются. Там проблема в том, что там горы и дуб там растет не так, как на равнине, да. Вот. В Европе у нас производитель, допустим, из Австрии в Румынию переехали. Из Германии в Беларусь переехали. И многие переезжают. В Европе уже не осталось дуба, то есть, для промышленных масштабов. Потому что производство должно быть 200-300 километров от завода, тогда оно рентабельно. То есть, и если мы продаем, допустим, мы говорим, это немцы, но в Белоруссии производят. Это австрийцы, но в Румынии производят. Потому что они полностью завод взяли и перенесли. Это, допустим, производят немцы, но в России. Это русские, но в России производят. То есть, конкретно говорим. Потому что сейчас, на данный момент, если написано, сделано там Германии паркет, или Швейцария, или Россия, то есть, многие будут, может, все в России быть, как бы. Но вот это вот подразделение, это надо только... Где-то правду, да, не нужно писать. Сейчас важно продавцу продать. Правду, как бы, я не знаю. Нет там нигде мелких. Ну, я сам вот как... Нет, там есть бумаги-то, которые... Главное, чтобы тебе нужно помещение. Не знаю, в нашей фирме отличия, у нас вот 4 человека, мы работаем все от 17 до 20 лет, вот в одной компании, да. Сколько я не прихожу по другим местам, приходишь один менеджер, потом другой менеджер, он даже не успевает обучиться, ему дают бумажку. Вот этот паркет такой-то, 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 но он не понимает, что где он точно, как он точно, из чего он сделан. Ну, мне интересно это. Ему важна вот цена, что это Германия и все. А потом, когда люди приходят с другого магазина, что им вот объяснили Германия за 4 тысячи рублей, мы им объясняем, они возвращаются в тот же магазин и говорят, нам вот Саша все рассказал. Нам нужна Германия. Да, тот менеджер смотрит, говорит, ну да, это все в Китае, да, но это же Германия, как бы, ну вот, поэтому, как бы, вот. Поэтому все зависит от продавца, мне кажется, сейчас вот специалиста, от того, кто как будет рассказывать, что как. То есть, что касается еще раз, значит, паркетных досок, укладывать, в основном, мы их стараемся приклеивать к основанию, потому что плавающим способом она практически долго не лежит, потому что сухость воздуха, опять повторюсь, да, во всех практически квартирах, коттеджах без разницы, и оно разрывается. Многие говорят, да, замок лучше, или вот такое соединение, шип-пас лучше, это просто соединение без замка. На самом деле и замок, и шип-пас, они хорошо себя зарекомендовали, и тот, и тот. То есть, замок держит доску с доской, шип-пас то же самое, доску с доской держит. То есть, и это соединение стандартное, шип-пас называется, и замок. Они оба соединения, то есть, они для соединения доски с доской, то есть, одного ряда с другим рядом. Почему мы стараемся всем сказать, чтобы всем приклеивать к основанию, к стяжке, либо к фанерному основанию, в данном случае, любое ровное сухое основание подходит, да, потому что, когда доска приклеена, она менее всего гуляет, то есть, между собой, менее всего расходится. Когда доска на подложке уложена, паркетная, то она больше подвержена расхождению. И шип-пас, и замок тот же самый расходятся. То есть, вроде бы здесь замок, но здесь предусмотрен технический зазор практически у любых замков, для того, чтобы доска, когда двигалась, она не ломалась, замок не ломался. А здесь просто, то есть, она просто сошлась, разошлась. Клей, вроде бы клей должен держать на месте. Все клея эластичные, то есть, они сделаны для того, чтобы могло дерево дышать и двигаться. Большинство паркетных досок, инженерных досок, можно сказать, вот этих всех многослойных конструкций, они сделаны с фаской, вот с такой канавкой. Если вы обратили внимание, ламинат и пробка сделаны тоже с такой же фаской. Сделаны для чего? Потому что все уже поняли, что любой материал движется. Да, и чтобы не было щелей, и вы меньше этого замечали, сделана фаска. Это в основном из-за этого. Многие говорят, из-за дизайна, из-за чего? То есть, в основном, это уже пришли путем проб и ошибок все производители. И поэтому все делают фаски. Массивные доски, паркетные доски, инженерные доски, вот эти фаски. Качество вот этой фаски зависит от того, какой станок есть. То есть, если более грубые станки, они большие фаски делают в основном. Более... Отличие фасок просто идет от того, у кого какие есть, грубо говоря, станки. Более тонкие алмазные станки, пилы. То есть, они более тонкие фаски, более аккуратные. У кого фрезерные станки, то есть, механической обработки фаски могут быть более грубее. То есть, от этого просто идет дизайн. Кто-то из производителей еще делает доску бесфасочную. Но если вы покупаете доску бесфасок, имейте в виду, что в любом случае она разойдется, и будут микрощели. Эти щели забьются грязью, и они так и останутся. То есть, если мы говорим о доске, о ламинате, о каких-то продуктах, которые без фаски. Если мы говорим о сухом климате, будет в любом случае расхождение. Будет вот эта щель, грязь туда забьется, и никак уже не восстановить обратно. То есть, вот эта красота, которая, если вы хотите вот единый пол, чтобы не было ни сучков, допустим, единое просто поле без фасок, без всего. Оно будет какое-то только время. И если вы, конечно, будете следить за влажностью, за температурой, то оно останется. Но если вот будет сухо, а у нас в основном сухо 15-20% в квартирах, то доски какие-то разойдутся, уже вид этот весь потеряется. Поэтому большинство клиентов, мы сразу это обговариваем, говорим, что лучше всего сразу купить с фаской. Вы будете сразу изначально видеть вот эти все микрощели. По производителям, я вам по брендам примерно все рассказал, какая сейчас картина. То есть, нужно понимать, что есть за 3000 рублей, это будет одного качества, есть за 6000 рублей, это другого качества. Это будет отражаться на эксплуатационных характеристиках. То есть, один будет дольше служить, другой меньше служить. Про толщины лака, либо масла, это можно как бы разговаривать у каждого производителя свое. Лаки свои, масла свои, то есть, обработки. Самое важное, то есть, в древесине, это лучше, конечно, покупать паркет там, где производитель сам занимается рубкой, сушкой, обработкой, дизайном. Это все в одном месте. Тогда это производитель более качественный, считается. Потому что у него все равно на каждом этапе уже свой именно глаз везде, свой отбор, он все сам видит. Что касается массивной доски. На сегодняшний момент она сравнялась с ценами по паркетной доске, по инженерной доске. Стоимость ее в районе от 4500 рублей до 6000 рублей за квадратный метр. Это уже доска цельная, дубовая. В основном дуб применяется, но также есть экзотические породы, другие цвета. Покрыто в основном либо лаком, либо маслом. Здесь разные идут дизайны. Можно посмотреть, там у одного производителя более 65, у другого 80 цветов. Здесь вы можете сделать все, что угодно. Можно сделать волну, можно сделать патину разную. То есть можно сделать чернение, можно сделать серебро. То есть все, что угодно можно сделать. Потому что это полностью кусок обработанной древесины. Укладывается путем только приклеивания. На подложку ее уже не положить. Приклеивается можно ее к стяжке, можно к фанере. Если она к фанере приклеивается, ее еще дополнительно прокручивают к фанере. Если она к бетонному основанию проклеивается, либо напрямую к бетону через специальные грунты, либо через специальную подложку, так называемую, как мембрану. Мембрана эта проклеивается, а потом к ней проклеивается уже массивная доска. Срок эксплуатации уже у нее понятно от 50 лет и больше. То есть она самая долговечная, самая приятная, самая теплая, надежная. Долбайте, мните, царапайте. То есть ей ничего не будет. Она также есть разная по размерам, по ширине. То есть разной ширины, разной длины. Но сучок здесь уже, видите, он цельный. Он уже не лопнет. И он уже естественный. То есть это живой сучок, так называемый. Это не пустая дыра с химией зашпаклеванная, которая шпаклевка в любом случае от воздействия самого древесины, ее будет выдавливать как чужеродный продукт. То есть если мы говорим о какой-то шпаклевке, то есть она в любом случае искусственная. А здесь живой сучок, он естественный. Как у нее еще раз уделали? Массивная доска. Как? Это все на заводе все. То есть это все на заводе, да, заводское. То есть можно заказать и необработанную доску здесь на месте какой-то, если вы цвет не нашли, обработать. Но лучше, чем заводское покрытие, не найти. Потому что на заводе проходит и шпаклевание, и шлифование, все циклы обработки и нанесения состава, и закрепителями делают, или ультрафиолетом обрабатывают. То есть все циклы производства, плюс она приходит сухая, калиброванная. То есть на сегодняшний момент она сравнялась по стоимости за квадратный метр. Это мы говорим о российской, если массивной доске. Зарубежная массивная доска, она стоит, конечно, если экзотические породы от 12-13 тысяч выше за квадратный метр. Чем цены экзотические породы по сравнению с дубом? Потому что они содержат очень много смоленистых веществ. То есть они устойчивы к перепадам влажности, температуры. Их можно и на улице использовать, и внутри помещения, и возле бассейна, и в парной, и везде, где угодно. Если мы говорим, допустим, таких породок, как тик, допустим, там. Но дуб, он самый оптимальный по стоимости, по тому, что с ним можно обработки разные производить, разные цвета наносить. Вот. Значит, плюсом здесь можно разные уже художественные элементы делать. Это тоже самый массив, но уже меньшего размера и меньшей толщины. То есть это можно сказать, что младший брат массивной доски, это называется уже штучный паркет. Это классика самого паркета. То есть вот он самый настоящий пол паркетный, как раньше был. То есть он сейчас тоже сравнялся по стоимости со всеми паркетными досками, инженерными досками. То есть он приходит в необработанном виде, его укладывают то же самое, либо на бетонное основание, либо на фанерное основание. Шпаклюют, циклюют, обрабатывают мастера-паркетчики. И можно разные сделать рисунки в виде елочки, укладки, какими-то художественными элементами, какими-то модульными элементами. То есть все что угодно можно делать. Это настоящий паркет? То есть это когда библиотека Белинского, ДК Урала, какие-то государственные учреждения, везде сделан вот такой паркет. Вы сами понимаете, что он от дедушек, от бабушек во всех квартирах 50-100 лет прожил, и с ним ничего не сделалось. Просто раньше укладывали на сырые основания, поэтому он сильно болтался. Сейчас технологии поменялись, клеевые системы добавились различные, мастера более современные стали. Поэтому если вы такой полус сделали, это на века, с ним ничего не произойдет. То есть это не какое-то количество шпонов, к чему-то приклеено, это целиком кусок древесины. Поэтому в основном многие сейчас возвращаются к этому материалу. То есть он по стоимости сам по себе стоит от 2 до 3,5 тысяч рублей не обработан. Плюс сюда обработка идет, оно выходит в те же самые 6 тысяч рублей за квадратный метр и того. То есть понятно, что это не бюджетная цена, но это вы вкладываете один раз, и на 30-40 лет все, и забыли. То есть если мы говорим там 15 лет, это понятно шпанированные доски. Если дольше, допустим, люди уже хотят сделать, то сделали штучный паркет и навсегда. И его не надо покрывать. Если вы сделали его хорошо, сразу уже толстым слоем лака, все, это надолго. То есть никаких вопросов с ним не будет. Причем с ним можно разные, то есть сделать узоры. Если мы говорим о паркетной доске, сейчас очень нодна укладка елочкой. То есть она разная, есть разные углы. 45 градусов, 90 градусов, 60 градусов. То есть разный угол можно сделать. И эти все варианты можно применить как в инженерных досках, в штучном паркете, в массивной доске, в паркетной доске. Все производители практически сейчас делают все эти дизайны в виде елочек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова